Добрый вечер, дорогие друзья, у нас прямой эфир 6, 5, 10, 9, 9 и 6. У нас сегодня в гостях Владимир Левченко, финансовый аналитик, радиоведущий мой. Я даже не могу тебя назвать коллегой своим, ты там 5 раз в неделю там, а я 1 раз в неделю здесь. Да, всем доброго вечера. Или дня еще, наверное, посмотрим. Дорогие друзья, у нас прямой эфир, звоните, задавайте вопросы. Гость сегодня очень интересный, такой нестационарный взгляд на будущее, потому что практически все гости, которые к нам приходят, это в основном трейдеры, такие краткострочные, краткострельные. А ты, насколько я знаю, я так почитал твою историю, ты, в принципе, больше человек, который строит более долгосрочные цели. Мы поговорим больше о том, например, какие перспективы ждут рынок, насколько ты пессимистичен. Поэтому еще раз повторюсь, 6, 5, 10, 9, 9 и 6 и на финанс.фм звоните, задавайте нам вопросы и пишите нам на интернете. Еще раз, Володя, тогда, по старой доброй традиции, просто расскажи нам, как ты пришел в эту стезю. А в эту это в какую? На финансовые рынки или на радио? Нет, на радио, я так понял, уже это постфактум, когда тебя начинают узнавать, и ты образно нравишься, как ты ведешь или делаешь какие-то прогнозы, а потом тебя, наверное, уже делают медийным персонажем. Может быть и так, действительно. На финансовой рынке у меня даже в дипломе о высшем образовании написано «Финансы, кредиты, денежные обращения». Поэтому я пришел с самого начала. Первая запись трудовой книжки у меня – это «Государственный банк Союза Советских Социалистических Республик». От Союза Советских Социалистических Республик. Союза, безусловно, да, 89-й год. Прямо перед-перед. Поэтому, собственно говоря, с самого начала примерно понимал, куда иду, и уже после окончания института, собственно, работал в основном в банковской сфере, тогда большое количество различного рода проектов было, и в ценных бумагах начиналось все с преснопамятных ГКО, занимались на все ГКО. Ты знаешь, как-то приватизации у меня меньше получилось, я меньше ее коснулся. Я вот именно сразу на организованном рынке больше все-таки находился, так получилось. И уже вот после рынка ГКО был рынок акций, когда он постепенно становился более организованным. Ну и дальше вот шаг за шагом, шаг за шагом мы все делаем какие-то, какой-то выбор у нас есть, принимаем какие-то решения, что-то анализируем, что-то выбираем для себя. Я вот таким образом постепенно стал управлять активами. Это какой год? Управлять активами, это когда была создана компания Antanto Capital. Вот я вместе с командой определенных людей туда пришел, и пришел уже именно как управляющий активами. И как долго, в принципе, ты? Ну, до тех пор, пока я не понял, что случится кризис 2008 года, и что с той политикой, которую ведет Antanto, она не переживет этот кризис, я уже буквально за два года до этого кризиса, то есть в конце лета 2006 года, оттуда ушел. Как мне казалось, на тот момент в более стабильную кампанию. Но там, к сожалению, все слушали о том, что я говорил, что нужно быть аккуратнее, что кризис грянет. Но, в общем, никто в конечном итоге ничего не делал. Хотя, что касается инвестиционного подразделения, все было нормально. Вопрос такой по поводу, как ты говоришь, 2006 года. Ну, можно сказать это по факту, потому что я официально в 2006 году, в 2007 году, в самом начале 2007 года, первый раз пригласили меня на РБК, я только тогда приехал из Соединенных Штатов. Я, в принципе, сказал, но я по совсем другим. Каковы были твои именно предпосылки, конкретно твои, что ты действительно увидел, что будет плохо по-простому? Ну, во-первых, все это началось в 2005 году. Да, как ты помнишь, тогда интересные ребята из всем известного банка Goldman Sachs, увидя, что господин Гринспен, тогдашний руководитель Федеральной резервной системы, начинает поднимать процентные ставки, они подумали, так, как же так? Надо же как-то зарабатывать. Если ставки начнут расти, все же, мы же тут ничего не заработаем, да, у нас тут столько дырок вылазит. А дырки начинались еще и после самолетов, банкротства Энрона, как ты прекрасно помнишь. Там много, да, много. Да, много факторов, мы туда не будем углубляться. Нет, нет, мы можем углубиться, у нас передача как раз об этом. В смысле? Нет, ну, я не люблю вот ворошить какие-то мелочи, понимаешь? Почему ворошить? Проблема в том, что я специально тебе хочу привести к тому, что ты действительно, я почитал некоторые твои статьи, где ты, например, еще там с октября, ноября месяц действительно очень плохо смотришь на рынок, то есть я подведу к этому, поэтому я хочу, чтобы люди слышали именно такое связующее звено, когда действительно ты придешь к тому, что то, что было тогда и то, что было сейчас, чтобы мы могли сравнить и посмотреть, действительно так плохо, все хорошо или наоборот какое-то расхождение. Сейчас по-другому, расхождение есть, сказать, что плохо именно так нельзя, сейчас плохо по-другому. Где-то плохо, где-то не очень плохо. И действительно времени у нас достаточно, я могу объяснить, наверное, может быть, успею объяснить, почему глобально все гораздо хуже, к сожалению. Но это не говорит о том, что финансовые рынки начнут вот этот негатив, который в любом случае выльется, отыгрывать именно сейчас. И это не говорит о том, что это является негативом для каждого живущего на нашей планете человека. Это наоборот, это новые возможности. Все меняется, и мы прекрасно можем эти возможности для себя использовать. И вот ты говоришь о вот этих маленьких единицах, а не действительно о большинстве людей. Это как раз для маленьких единиц, да. Должны работать социальные лифты. Я считаю, что должны прекрасно работать социальные лифты. Если вот эта маленькая единица не хочет воспользоваться этим самым лифтом, ну, значит, это ее сознательный выбор. И почему кто-то должен для этой единицы что-то делать и носить? Я считаю, что мы не все люди там, допустим, одинаково смелые, и кому-то, например, нужно дольше разгоняться. Вот, например, посмотри, какая несоциальная справедливость, хотя передача сегодня не об этом. Это те же 80-е годы, которые ты застал, да, когда люди всю жизнь собирали, там, включая моих родителей, бабушек, дедушек. Все собирали, потом наступает, как бы, приходит новая власть, взяли новую метлу, порубали всех шашкой, абсолютно все по-другому. И что дальше делать? Это с одной стороны. Во-первых, тогда не было, если в процентном отношении смотреть, накоплений было не так уж и много. Это во-первых. Для некоторых людей тогда... Нет, для каждого отдельного человека это была трагедия. Для некоторых людей накопления, которые тогда были, это было все. Я понимаю, я прекрасно помню. Люди там, понимаешь, там, пожилые люди, допустим, да, они привыкли себе, они там на смерть себе откладывают и все остальное. Кстати, молодежь, она не думает, потому что такое ощущение, что мы там никто не собираемся умирать на сегодняшний день. Да, мы не думаем о том, что вдруг нами... Это вопрос отношения еще, понимаешь? Это вопрос отношения. Ну, хорошо, вот ты умер, да, и тебе что потом? Ну, знаешь, может быть, вообще тебя в кунсткамеру куда-нибудь сделают из тебя мумию. Тебе вот твои личности, да, как Александру Герчику, тебе какая разница, что потом вот с твоим телом сделают? Вот это вопрос отношения. А можно наоборот подходить, можно трястись вот за каждую клеточку своего организма. Это вопрос отношений, это вопрос национальной культуры, это вопрос образования, прежде всего. И нужно именно этим больше заниматься, а затем уже углубляться куда-то дальше. И вот такие кризисы, которые длятся, да, которые случаются быстро, потом, может быть, заканчиваются, они как раз нужны для того, чтобы не только простые люди, да, но и, прежде всего, сильные мира, всего правительства, чтобы они не просто задумывались об этом, ну, хотя бы задумывались, но и начинали что-то реализовывать. Они тушили пожар, который возник из-за того, что, да, где-то там, образно говоря, нефтепродуктов разлилось очень много, да, тем, что огородили все это цистернами с бензином, которые потом от температуры взорвались. Вот примерно то, что сейчас происходит. Так вот, 2005 год, как ты говоришь, первый сигнал. Я не увидел в 2005 году сигналов, но я увидел в 2006. Ну, в 2006, понятно, ипотека в Штатах началась. В 2005 году сигналы были очень простые. Господа из Goldman Sachs, причем не впервые в истории, такая идея уже была в 70-х годах, но тогда она просуществовала очень долго, по причине, по которой объясню, буквально через минуту. Они начали кричать на весь мир, господа, ну, Джиманил, да, буквально там за год до этого, в 2004 году, придумал БРИКС, сказал, что вот они будут расти, все здорово. Они говорят, ребята, посмотрите, Федеральный резерв поднимает процентные ставки, значит, деньги станут дороже. При этом мы имеем, страны БРИКС имеем вообще некий развивающийся блок, который будет развиваться, у них будет расти средний класс, будет расти потребление, и, соответственно, будет потребляться больше сырья. То есть, ну, четкая ставка на индустриализацию Китая была сделана, которая сейчас, кстати, индустриализация... И Китай, Индия, да. Ну, Китай, прежде всего. Разница в ВВП просто достаточно большая. Вот. И сейчас индустриализация уже завершена, как мы все понимаем. Соответственно, что сырье тоже будет дорожать? Идея, с одной стороны, простая, гениальная, с другой стороны, абсолютно абсурдная, но она сработана, абсурдная в плане... Экономической... И в финале она доказалась, что она действительно абсурдная. То есть, надо сейчас... Деньги дешевые, да, и сырье дешевое. Надо как можно больше занять пока еще дешевых денег, чтобы купить как можно больше пока еще дешевого сырья. Да, чтобы потом продать подороже. Ну, простая спекуляция. Ну, естественно, да, последствия... Вот, ну, а что еще? И в результате случилось, мировая экономика начала тормозиться. Тот сигнал, о котором ты сказал, в 2006 году, он появился. Действительно, Америка немного стала притормаживаться. Потом мы были свидетелями, когда выходили данные, да, по американской экономике в тот момент. Я все время говорил, господа, не верю. Это как в старом анекдоте процессуется СССР, как про 100-граммовый лимон, который я люблю рассказывать. Вот. Выходят одни цифры, причем американцы, они, может быть, даже и не обманывают. Я, кстати, ты знаешь, я с тобой абсолютно тут соглашусь, что очень много цифр на самом деле рисуется. Как правило, особенно большие цифры, там, безработица или еще что-то. Потому что можно по-разному считать. Я вот хочу как раз... Да. У нас сейчас будет следующая 12-минутка. Дорогие друзья, прямой эфир. Интересный гость Владимир Левченко. Вы звоните нам, задавайте вопросы или пишите. А у нас сейчас будет короткий новостной выпуск. Еще раз добрый вечер. 6, 5, 10, 9, 9, 6. У нас прямой эфир. Интересный гость Владимир Левченко, финансовый аналитик, ведущий радиостанции «Бизнес.ФМ». Сегодня у нас в гостях. Всем доброго вечера. Мы начали говорить о подходе финансового кризиса, то есть 2006-2007 год. Как ты, например, видел это проявиться? Объясню, почему я задал этот вопрос. Как ты сказал буквально 10 минут назад, что кризис это не есть финансовая составляющая рынков. То есть, по сути дела, у нас может быть кризис, и рынки могут расти. И быть наоборот. Как действительно ты... Какие составляющие были у тебя, например, в 2007 году, где ты подумал, что действительно с рынком что-то плохое случится? Ну, в 2007 рынке, во-первых, первый раз, я даже не помню, за сколько лет, если мы посмотрим... Мы обновили хаи. Нет, нет, подожди. Я вот... 2007 год, вот он начинается, и он начинается чем? Он начинается обвалом. Вот это очень важная была штука. Ну, в моменте... Да, это важно. Причем, вообще через Новый год всегда рынки в плюсе. Ну, вообще, исторически всегда. Особенно, если брать российский новый, российский фондовый рынок, то, уходя на новогодние каникулы, грубо говоря, в позиции, в акциях, можно вообще ничего не бояться. 17 раз из 20 будет хорошо. Приходишь 11 числа, и потихонечку можешь начинать нажимать кнопку продавать. Вот, текст покой, это классик. Когда потом какая-то коррекция, а там посмотрим, ну, как правило. А тут все пришли, и опаньки, а все дешевле на 5-7-10 процентов. Вот это очень интересный был момент. И тогда началась вторая серия, да, вот этой очень смешной игры, которую я рассказывал про Goldman, что пока деньги дешевые, они дорожают, нужно быстрее занять, да, чтобы платить меньше процентов и купить более дешевого сырья. Тогда другая история была. Тогда все начали покупать металлургические компании. Я смотрю, ну, очень смешная была идея, опять же сработала. Я спрашиваю, ребят, ребят, а почему вы их покупаете? Вы же видите, сырье растет, соответственно, рентабельность у металлургов будет резко падать. Они говорят, а тут идея еще лучше. А они тогда резко поднимут цены, и у них все равно все будут покупать еще больше, потому что будут бояться, что цены опять еще вырастут. Я говорю, ну, интрига. Да, интрига. Они говорят, здорово, действительно, это в какой-то момент времени будет работать. Но, а когда эта вся штука закончится? И тут люди зависали просто. Я говорю, ну, хорошо, вот сейчас действительно нет, сейчас вопросов нет, да, там была некая консолидация, действительно какие-то потоки денежные пошли, вопросов нет, можно в это дело поиграть. И в тот момент были какие-то идеи на рынке, но глобально было понятно, да, что как только вот какие-то идеи отыгрываются, все, про них надо забывать, закрывать глаза и вот не лезть туда ни на что, как бы это все сладко не казалось. Инфраструктурный сектор тогда был великолепен, соответственно, совершенно. Вот я вот с ним тогда работал, по крайней мере, вот всю первую половину 2007 года. Затем случился первый жесткий кризис ликвидности летом 2007 года. И вот после него сразу все стало ясно. Как он случился, и тут, как говорит, чертик из табакерки выскочил господин Бернанке, тогда уже назначенный, и начал махать шашкой, подрезая процентные ставки. Все сразу стало понятно. Значит, что там в Штатах, неважно, историй там нет, но раз такая штука, значит, что будет делать Голдман, если он при растущих ставках, да, лез на развивающейся рынке и гнал вверх цены на комоде, значит, он будет делать это агрессивно у нас. Соответственно, я логичным образом предположил, что российский фондовый рынок успеет обновить исторический максимум до конца 2011 года, что он в ноябре 2007 года и сделал. И после этого я просто бегал по всем своим знакомым клиентам, говорил, господа, до нового года надо закрыть все позиции, и, несмотря ни на что, вообще на наш рынок больше не лезть. Когда прошел провал в январе, начале февраля 2008 года, тогда было трудно, чтобы понять, потом была история с Берстернс, потом, ну, много было различных историй. Да, лиманы пошли чуть-чуть позже. Да, не, лиманы совсем позже пошли. И тут опять случилась очень интересная история, там, налоговые льготы пообещали в России, нефть улетала куда-то к звездам, мы даже в мае успели обновить исторический максимум, да, там почти 2492 пункта, по-моему, в 19 мая 2008 года. Ну, я, честно говоря, смотрел на это спокойно, говорил безумству храбрых, говорил, вообще никто не подходим сюда, не трогаем ничего, вот вообще. Ну, а затем уже все прекрасно помнят, как развивались события. В общем-то, ровно до тех пор, пока я не увидел, что, по-моему, как раз в Новый год, на рубеже 2008 и 2009 годов, был момент, когда цены на платину буквально там на какие-то дни, я уж точно не помню, на 2 или 3 дня, ну, в общем, на самом деле не суть, но они упали ниже цены на золото. И вот это был для меня очень важный момент, да, разворотный, что все, кризис закончился. Почему? Ну, есть такая теория, да, что когда платина стоит сильно дороже золота, в тот момент, когда она уходит ниже, она разворачивается. И я видел настроение людей, я видел, что вот только к этому, вот только тогда, когда, собственно, уже все фактически, на мой взгляд, было практически закончено, что люди начали, только тогда начали бояться. А когда к концу января у людей уже действительно стали большие глаза, и все начали говорить, что кризис, я тогда уже просто пинками всех начал загонять. Это начало 9-го года, говорю, все, заходим, покупаем, говорю, смотрим то, что последние месяцы не падало, там была электроэнергетика, и вообще не думая, собираем. Ну, а после того, когда S&P нарисовал мощнейшую дивергенцию на недельных графиках, да, для трейдеров, ну, тут вообще стало все понятно. Ну, собственно, вот примерно такая история. Ну, вот я читал, что там где-то в мае месяце, да, ты начал продавать активы, покупать золото 9-го. Да, я тогда говорил про золото, у меня есть своя собственная система, которая предсказывает мощнейшие тренды, и, собственно говоря, именно эта система говорит о том, что большой долей вероятности нас ждет мощнейшее движение в нефти в этом году, ну, вот, либо под конец, ну, может быть, уже сейчас пойдет, может быть. А вот это большой вопрос, вот это большой вопрос, может быть. А то есть система говорит, это не как а-ля осьминог Пауля, да? Нет. То есть он говорит, кто может выиграть тут. Есть, то есть есть какие-то образы, набор каких-то твоих собственных индикаторов, которые показывают, что будет движение, но куда? Куда пока сказать сложно. Хорошо, тогда другой вопрос встречный. Представь себе, что у тебя есть этот индикатор, он не твой, тебе сказали. Куда бы ты ставку сделал лично, если бы ты просто знал, что будет движение в нефти? Пока я не верю в то, что нефть пойдет отсюда на 200 долларов. Нет, ну, я на 200 тоже не думаю. Нет, а если пойдет, то пойдет на 200. Ну, сейчас очень тяжело говорить, потому что предпосылок на самом деле о том, что нефть будет, например, те же даже 150, в принципе, практически никаких нет. Но их могут нарисовать. Ну, у нас есть, в принципе, нормальная ситуация, спокойная, там и на Ближнем Востоке, Саудовская Аравия, все под контролем. Да, по Ирану не ударят, это понятно. Совершенно очевидно. Ну, до тех пор, пока там Израиль двух союзников не найдет мощных. Да, ну, поэтому, ну, на что бы ты ударил? То есть, я, ты же понимаешь, у нас такая передача, никто никого за слово не берет. Просто, чем... Нет, в данный момент я бы не делал никаких ставок, никаких, но я говорю, я не верю в то, что это будет наверх, вот в данный момент. А скорее всего, я рассматриваю вот тот пробой трендов, который мы видим сейчас, именно по бренду, по WTI, там нет никаких пробоев, что самое интересное. Я бы рассматривал скорее как ложный, пока что. Но есть, но сейчас картина не такая, как была там прошлой весной. Тогда полет к 130 долларам был ложным совершенно откровенно, это было видно, там были мощнейшие дивергенции, вот, и поэтому мы правильно... То есть, по сути дела, ты... Вот у нас как раз вопрос на эту тему есть. Вопрос уважаемому гостю, используете ли вы классический волновой теханализ, помимо каких-то уровней? Волновой вообще не использую. Ну, то есть, обыкновенный технический анализ, я так понял, ты используешь? Да, обыкновенный. Чем проще, тем лучше. Волновой, там слишком много математики зашито. Чем больше математики, тем хуже работает. Это всегда правило. Ну, вопрос, я так понял, к тебе предельно простой всегда остается, то, что ты действительно, твоя задача, именно ты берешь тренды. Нет тренда, тебя там нету. Да, ты же знаешь, тренд is my friend, но тренд no money, все просто. Сейчас ты вне рынка? Сейчас, да. Сейчас я просто загораю. Что тебя сподвигает для того, чтобы... Кровь, которая будет... Кровь будет лить по улицам. То есть, ты все равно, вот я, например, читал в интернете твои отметочки по поводу, там, октябрь-ноябрь, ты очень негативно смотришь на российский рынок. Ну, вот не то, чтобы совсем негативно. Ну, статистически, в принципе, и говорят, мы обычно всегда обновляем хаи, перед тем, как мы будем очень сильно падать. Нет, не всегда. Абсолютно. Ну, у нас в Америке такая же ситуация была, мы сначала сходили на 14 тысяч, потом мы очень резко упали. Потом первый раз было, мы сходили на 10 тысяч, потом очень резко откатились на 8. Практически так же самое, потому что за счет кого-то должно быть это падение. Ты же понимаешь, если рынок флетовый, покупателя не было и не будет, естественно, продаж. То есть, теоретически, если посмотреть на это со стороны, для того, чтобы, ну, как обыкновенно, чем сильнее надо упасть, надо, естественно, тем выше подниматься. Поэтому, скорее всего, могут загнать наверх. Ну, а мы уже поднимались, мы просто доработали. Мы просто, мы нет, мы поднимались же, рынок был очень достаточно высоко. Но, и если мы посмотрим, то во сколько раз вырос российский рынок с начала девятого года до максимумов одиннадцатого, да, в четыре с лишним раза, то, в общем, найти рынки, которые выросли больше, тем более крупные, ну, практически невозможно. Другое дело, что у российского, российский рынок всегда двигается быстрее, как правило. Поэтому мы просто отработали свое раньше. Все говорят... Так, думаешь, почему? Потому что мы считаемся развивающимися рынками? У нас рынок достаточно узкий, на самом деле, инструментов очень мало, к сожалению. Если мы посмотрим, конечно, если мы посмотрим, допустим, на Газпрома, да, который был тяжеловесом. Газпром сейчас стоит в три с половиной раза дешевле, чем, ну, в долларах, если брать, да, чем был на максимумах 2008 года. Ну, ты индивидуальные компании, например, любишь, да, индивидуальные компании какие-то рассматривать? Да. То есть, как многие люди, я, например, только индивидуально смотрю, я не люблю, мне сектор не очень интересует. Я обычно тоже индивидуально. А вот падение в Газпроме, мы очень сильно упали со 146, сегодня были 136, 80, 137. 9 рублей, в принципе, это довольно-таки много, это где-то порядка 6,5 процентов. Я вообще не смотрю такие вещи, мне вообще не интересно. Меня интересует рост в разы мощный... Нет, я понимаю, но... Ты говорил про золото, вот я тогда всех действительно говорил, индикаторы показали, что в золоте будет мощнейший тренд. Вот, поэтому я его покупал. То есть, просто образ, у тебя есть набор индикаторов, которые ты смотришь, будет тренд, и ты потом, например, смотришь какие-то те или иные показатели, которые... Совокупные, да, совокупные факторы. То есть, тогда была совокупность факторов такая, что у меня не было ни одного сомнения, что с тренд в золоте будет наверх. Точно так же, как там осенью 2010 года, тоже не было никаких сомнений, что в серебре будет тренд наверх. А сейчас? По золоту, по серебру? Сейчас нет, там все закончено. Там сломаны тренды, которые... ну, по золоту сломан тренд окончательно, который берет начало в 2000 году. Его просто сломали все. Золото, золото, но в 2000. А зачем? Нет, оно уже было там же. То, что недоросли немножко, так это и хорошо. Ну, это не принципиально, да. Да, это наоборот хорошо. Тем более, надо же кому-то отгрузить. Теперь все будут ждать, что вот оно должно было дорасти, там, вот эти там 60-70 долларов. Да, и, ну, можно ждать, а зачем? Тогда вопрос к тебе такой. Ты образно там, по-простому, чтобы улыбнуться, король долгосрочных трендов. Ну, тебе нравится. Может так, да. И бывает такое, что там 2-3 года ничего нету. То есть ты берешь ситуацию, когда ты видишь, что рынок можно взять в разы. Да. Я в рынке 16 лет, ведь даже поменьше, чем ты, ты чуть-чуть подольше в рынке. Ну, не бывает, в принципе, крайне часто, чтобы можно было именно в разы. Это красиво звучит, в разы. Ты знаешь, но этого более чем достаточно. Нет, я в денежном эквиваленте тебя понимаю, я как раз с тобой абсолютно согласен, что деньги как раз и делаются именно на таких мощных-мощных движениях. И знаешь, есть еще, кроме денег, да, в жизни, у нас есть много еще очень интересных вещей. Нет, ну мы не имеем в виду какую-то материальную составляющую. Мы сейчас в третьей части с тобой как раз даже не будем дискуссировать. Тут я с тобой абсолютно согласен, потому что... Нет, это к вопросу времени, понимаешь? У нас 90% населения живут, знаешь, чтобы накопить, потом, когда копят, начинают блеть и тратят все... Ты знаешь, в свое время... У нас сейчас будет перерыв на новости, у нас девушка очень любит новости читать. Она сейчас нам прочитает новости, а мы потом вернемся. И в третий раз добрый вечер, 6, 5, 10, 9, 9 и 6. Гость у нас, видите, выдержал, не ушел тот же гость, Владимир Левченко. Крупный специалист, как тебя в интернете называют, по предсказанию больших трендов. Ты хотел как раз третью часть, надо начать с цитаты, Володь. Фрэнсис Бекон, английский философ, в свое время сказал, что очень малое количество людей умеют жить здесь и сейчас. Основная масса их готовится жить когда-то потом. И сегодня в Блумберге это видел, на сайте, да, Bloomberg.com, а в мониторе Блумберга у них утром все время какими-то цитатами интересными начинается. Сегодня была, честно говоря, не помню, вот именно в таком варианте, кому она принадлежит, но смысл именно такой же, как был у Фрэнсиса Бекона, а если дословно перевести там с английского, то получается, что абсолютно все люди умирают, но далеко не все умеют жить. Нет, я тут с тобой абсолютно согласен на самом деле. Опять же возникает вопрос. У нас такая профессия, да, образно будем ее говорить, она наркоманическая, что трейдеров очень часто связывают с этими вот завистниками, вернее, зависимыми от чего это, по сути дела, там алкоголизм или еще что-то. Ну, ты знаешь, я уверен наверняка, столько лет, сколько ты в индустрии, ты видел вот это огромное количество этих людей с закатанными рукавами, которые ждут сделать сделку. И тут вдруг появляется Владимир Левченко, вообще по обратную сторону, в сторону реки. Так конченая сволочь. Нет, почему, наоборот, человек, который может сидеть годами и ждать, я с тобой согласен, что действительно может заработать деньги только в крупном тренде. Как? Попробуй дать совет от Владимира Левченко, как научиться высиживать, потому что, скажу тебе честно, очень часто на мои семинары приходят люди, которые хотят как-то быть. Я, например, не могу этому научить. Да, я трейдер, я образно спекулянт. Моя задача там быстренько где-то купить, продать. Я не умею высиживать. Я в 2009 году взял бумаги некоторые, которые дали 20 тысяч, 30 тысяч процентов на американском рынке. Я ничего не высидел. Как быть как Володя Левченко? Ну, во-первых, нужно любить себя, любить жизнь. И прежде всего нужно понимать, для чего мы здесь находимся, для чего мы приходим на фондовый рынок. Мы приходим зарабатывать деньги. И вот это первый момент. Момент второй. Принципиально поменять формулировку. Ты говоришь, вот как высиживать. Вот если мы будем высиживать, сидеть, сдерживать себя и смотреть, вот да, нет, вот рано, не рано, да, вот еще не сошлось или сошлось. То есть это не хватит абсолютно никакого человека, но нужно менять. Нужно менять подход принципиальным образом. Нужно понимать, что существует некая совокупность, закономерность и так далее. И не нужно пытаться заработать вот все здесь и сейчас. Ты знаешь, вот есть понятие, я думаю, тоже там людям объясняешь постоянно, что там деньги руки жгут или бумаги руки жгут или еще. То есть постоянное желание вот какого-то такого непонятного действия. Это объясняется очень просто. Это нервное напряжение. То есть нужно, ну, выдохните, как можно сказать. Выдохните и живите. Ты никогда активно не торговал? Торговал активно, да. Но я понял, что в жизни есть много всего более интересного. Понимаешь, это как некий этап. Ты хочешь сказать, что на роль короля больших трендов тебя как раз подвигло то, что ты просто поменял какое-то мировоззрение, ничто другое. Нет, конечно, я прекрасно отношусь, например, к таким людям, как ты, которые сидят, постоянно торгуют, ничего против абсолютно не имеют. Я хочу, чтобы сегодняшняя передача как раз и помогла людям, которые не хотят сидеть. Очень много людей приходит в последнее время, человек, который работает на работе, который нравится инвестировать, он не хочет быть, например, постоянно в рынке. И как, например, не пропустить тогда момент вот этого входа? Ты же понимаешь. Неправильная формулировка. Как увидеть момент правильного входа? Я же смотрю, как ты, ты поймаешь, я смотрю сейчас не как умник, а как трейдер. Я тебе говорю со своей колокольной абсолютно так же самое. А я тебе говорю с другой колокольной, да, каким образом перейти от мировоззрения трейдера-спекулянта, да, перейти к другому мировоззрению. Ну, во-первых, самый главный момент, то, что если вам комфортно в том, что вы вот трейдер-спекулянт смотрите... Да, конечно, нет. Зачем? Абсолютно. Прекрасно себя чувствуешь. Мы все устаем, это не так легко сидеть целый день возле компьютера. Не забывай все-таки... Я сам сидел, я прекрасно понимаю, естественно, конечно. Возраст, возраст уже не 20-летний. Я и так в последнее время, ты не представляешь, какое огромное количество силовых затрат мне стоило, чтобы я перешел на средний срок. Там я стал неделями торговать. У меня раньше такого не было. И все, конец дня раньше, знаешь, вот этот нервный срыв нахватался за один день, все порушил и ушел спокойно домой. Да, если позиция есть, как я буду спать, да, вдруг там что-то случится, да, 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 да. А вдруг война, а я уставший, понимаешь, а тут как раз... А оружия нету. Да, тут война как раз. Но вот в том-то и дело, что на самом деле ничего же такого произойти не может. Ну, черный, не взлетит сразу там туча черных лебедей. Ну, если, конечно, для этого не набралась уже некая критическая масса. Поэтому нужно, я же не говорю, что нужно куда-то все время убегать. Я читаю колоссальное количество различной литературы. Я слушаю людей. Нужно просто, как говорится, имеющие глаза увидят. Вот у нас как раз вопрос. Максим Долгих, огромный привет, передает как раз мой студент, задает очень хороший вопрос. Ждать тренд хорошо и жить хорошо сейчас. Ну, и есть хочется тоже сейчас. Как быть? Во-первых, есть такое понятие в психологии, что каждый человек в каждый момент времени имеет ровно столько, сколько ему нужно. Если он считает, что он имеет гораздо меньше, значит, он себя обманывает в данный момент времени. Вот. Нужно формулировать четкие свои желания. Вот. И идти от одного к другому. Как говорил Лао Цзи, да, путь в тысячу ли начинается с одного шага. С одного шага, да. Поэтому никто из нас не сможет сразу перепрыгнуть, сделать вот такой прыжок. Иногда бывает, да, мы попадаем в такое стечение обстоятельств, в котором мы резко действительно набираем скорость и движемся очень быстро. Но большая ошибка состоит в том, что если мы один раз вот попали так, то потом все время цепляться и пытаться вызвать вот это состояние. Это очень вызывает очень большие потери в конечном итоге. Но ты же понимаешь все равно, опять возвращаясь к нашим баранам, что очень тяжело, очень тяжело. Все боятся именно не пропустить. А вдруг вот, вдруг оно началось. А будьте уверены в себе, это элементарная нехватка психической энергии. Здесь не в себе даже, не в себе, а вдруг вот оно вот сейчас началось. А с чего оно вдруг вот может начаться? Вот мы сейчас с тобой сидим, какова вероятность того, что у тебя вот там вдруг сейчас что-то начнется, и тебе нужно вот резко обижать. Вот смотри, я взял твое видео выступление. Я так понял, что это было несколько лет назад. Вот, да, описывают конкретно. Довольно интересным показалось выступление Владимира Левченко. Конечно, оно не совсем про трейдинг, по крайней мере, не про то, что может принести деньги, но с точки зрения стратегического анализа ситуация в мире, она очень интересна. Например, у нас есть циклы экономики. Да, кто-то говорит там один раз 7 лет, один раз 12 лет, один раз 5 лет. Люди задают на самом деле вопрос. А вдруг я не досижу? Или, а вдруг я не высижу? А вдруг это не начало, а вдруг это не конец? Ответ очень простой. Приходите ко мне, я вам скажу, когда вам нужно зайти или выйти, если уж так. И когда я объясню, почему здесь и сейчас, и в конечном итоге таким образом человек будет учиться. Знаешь, вот как маленького ребенка, да, вот я там сына когда чему-то учил, то есть есть какие-то вещи, когда он ко мне приходил и спрашивал, говорит, папа, а как вот это? Я говорю, я знаю. Нет, я знаю, но я тебе не скажу. Учись сам. Потому что, да, если я тебе скажу, я тебя навсегда лишу возможности узнать это самому. А знания... У них у всех же есть огромное количество вот этих индикаторов, помогающих, которые есть у тебя. А их не так много. Вот эти индикаторы есть у всех, просто их нужно уметь читать. Вот ты сказал, будет движение по нефти, но я не знаю куда. То есть, тогда вопрос другой. Например, что должно случиться с нефтью, чтобы ты ее купил или продал? Ну вот если мы сейчас увидим, что вот этот поход наверх сквозь коридор, он окажется опять ложным, и другие вспомогательные индикаторы это покажут, да, то, соответственно, можно будет смело и продавать нефть, можно будет смело в том числе и российский фондовый рынок выходить. Те, кто в рынке на данный момент находится, ну и там очень много будет моментов, там и про рубль тоже самое, ну и так далее. Но с рублем здесь сложнее, там еще много факторов должно быть, да, я про них тоже очень много говорил. То есть, у тебя комбинация получается некого какого-то своего анализа, плюс простенький там технический анализ, да, например. Чем он проще, тем он лучше работает. Ну, тогда другой вопрос. Сколько из твоей системы занимает технический анализ? Из моей системы, ну, может сказать, что все, больше 70, я думаю, точно, да. То есть, по сути дела, это какой-то некий технический анализ со своими там 20-летними наработками. Да, тем более технический анализ на самом деле, да, вот чем он проще, почему он лучше работает. Может, это не математика уже, это психология. Может, сидит миллион человек и голосует различным объемом денег, и у человека в голове уже что-то срабатывает, и он нажимает кнопки. Он должен принять решение, исходя из чего-то. И в конечном итоге он этим голосует. Ну, тебе, чтобы сейчас заработать, получается, например, заработать сейчас тебе на нефти, образ, если ты зайдешь в районе, к примеру, 120, тебе надо, чтобы она хотя бы упала там долларов на 40, чтобы что-то заработать. Да, 80, как раз нижняя граница коридора. Ну, да, я поэтому эту цифру взял, там даже 78 где-то, поддержка. Ну, чем дальше пойдешь, чем она ниже уходит. То есть, по сути дела, тебе этого хватит. Вполне. А на РТСе сколько тебе надо взять для того, чтобы ты остался доволен? А на РТСе я скорее покупатель. РТСе я буду скорее покупателем. Весь вопрос, куда они допадают, здесь уже нужно будет смотреть по... А, то есть, ты сначала все равно смотришь вниз, допадать, а потом все остальное. Да, я буду покупать тогда, когда все будут бегать, кричать, что все плохо. Ну, примерно так, как было в начале 2019 года. А когда ты думаешь, это будет? А здесь все разные есть варианты. Будем посмотреть, какие фигуры будут реализовываться и будут ли. Поэтому, похоже, что голова и плечи, которая там большая нарисована, она уже не реализуется. Очень на это похоже. У нас как раз Александр задал очень хороший вопрос. Добрый вечер. Не всегда получается быть правым. Абсолютно верно. Что вы делаете в случае, когда бываете неправы с прогнозом? И как психологически просто справляетесь с убытками? Честно говорю, что я неправ. Абсолютно. Что для этого должно произойти? То есть, там... Тогда другой вопрос. Стоп-лоссы есть? Стоп-лоссы, в принципе, есть. Если я там иногда могу что-нибудь... Стоп-лосс это явление неправоты или чего-то либо другого? Нет, смотря в чем. Например, в том, что ты зашел по нефти, например, да? Ты получил сигнал некий сейчас. Там шорт нефть по 118 долларов. Да. Гипотетически. И ты ставишь, например, какой-то стоп. Какой стоп ты бы поставил? Я так сейчас не могу сказать, потому что у меня... Это тоже по техническому анализу будет. Естественно, надо смотреть, потому что все будет зависеть от индикаторов. То есть, если, например, сейчас там по бренду, грубо говоря, да, все индикаторы показывают наверх. По Apple UTI все индикаторы показывают вниз. Вот. Поэтому, например, если бы я, грубо говоря, если брать там самый простой трендовый индикатор, вот он, например, показал продать, допустим. Да, я вышел, встал в позицию, продал. Затем, грубо говоря, либо я ставлю определенный размер, все зависит, допустим, по согласованию, допустим, с клиентом. Либо я смотрю, пока индикатор не перевернется. Как только индикатор перевернулся, надо закрывать позицию, это уже вопрос. Ну, в моменте, в принципе, так как торгуешь, более длинные тренды, ты в моменте можешь быть неправ и надеяться на 15%. Да, в принципе, да. Поэтому и в этом плане, поэтому я говорю, что RTS я смотрю с точки зрения купить. При падении, при том, что будет падение. Конечно, да, при падении. Сейчас я не готов его покупать. Не, но сейчас никто не готов покупать. Сейчас все смотрят, в принципе, одинаково, сейчас все ждут этой коррекции. Если ты откроешь любой форум или поговоришь с любыми трейдерами, ответ один. Сколько Америка может расти? Весь вопрос в глубине коррекции. Естественно. Поэтому она и растет. Но вопрос у нас, видишь, что получается один. Сколько Америка может расти? Самые главные, самые сильные тренды вниз, да, начинаются с того, что все ждут коррекции. Все ждут, 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 не могут выдерживать этот рост. Ждут коррекции, зарабатывают на этой коррекции 2-3-5%. И все, и валер. Затем все дружно покупают. Говорят, ну, вот коррекция, можно расти дальше, инкарь. Правильно. Вот коррекция, чтобы вы, господа, купили. Дорогие друзья, у нас телефон в студии 6510996. У нас отличный гость Владимир Левченко, финансовый аналитик, король или принц долгосрочных трендов. Это, как говорится вам. Тебя уже понизил, да, принц? Нет, нет. Я хочу, чтобы наши радиослушатели поактивнее задавали вопросы. Сейчас мы будем иметь короткую новостную паузу. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. 6510996. У нас прямой эфир, и у нас есть звонок. Константин, добрый день. Вы в прямом эфире. Большое, что пригласили Владимира. Вот такой вопрос, Владимир, насчет все-таки покупки РТС. Физику-то, в принципе, недоступно купить РТС. И покупка РТС, это, как бы, помогает, конечно, убрать рублевый риск, валютный риск. Но у вас был вот в гостях в пятницу товарищ Моисеев, и он сказал, что какой смысл... У меня в гостях был, я... Да, 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 вы поняли. У меня не было в гостях Моисеева, не Борин. Нет, 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 у Владимира Левченко. Да, да, Константин, продолжайте, да. В пятницу. Да, 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 завеститель министра финансов. И он сказал, что, в принципе, какой смысл связываться с долларами в нашей рублевой экономике. Хотя, в принципе, у вас всегда точка зрения была, что, наоборот, доллар – это действительно первая, как бы, валюта-исходник, после которой уже все остальные валюты – это, как бы, производные. Вот скажи, расшифруйте его, как бы, мнение, потому что совершенно я не понял, что он имел в виду. Ну, спасибо огромное за такое доверие, чтобы я расшифровывал мнение заместителя министра финансов Российской Федерации. Вот, но здесь вопрос состоит примерно в следующем. Понимаете, если мы говорим о неком подходе, то есть здесь разные подходы к сбережению. Если мы говорим о том, что... Он говорил о том, что нужно убрать валютные риски. То есть, если... Это стандартная ситуация, если вы берите кредит, грубо говоря, в той валюте, в которой вы зарабатываете. И пришли мы к этому, насколько я помню, я... О том, когда говорили про колоссальные темпы роста кредитов и о том, что люди... Ну, были примеры, вы сами, я думаю, знаете, когда там в 2007 году, там в 2008 годах люди брали кредиты в швейцарских франках и в японских иенах, потому как процентные ставки очень низкие. Ну, и затем иена в рублях выросла примерно раза в два. И швейцарские франки, кстати, тоже. Ну, франк, да, он вырос поменьше, но тоже... Люди пострадали очень сильно. Да. Вот поэтому здесь нужно... Идет просто речь об элементарной экономической грамотности. Если мы выходим на большие массы населения, то нужно людям честно объяснять, что, мол... Риски, риски. Да, вы имеете вот такие и такие риски. А дальше вы, конечно, вольны принимать решения сами, все взрослые люди, но обязательно нужно людей... Причем не просто предупредить, нужно проводить образование. Причем это нужно делать там и в институтах, и, наверное, я не знаю, даже в школах. И вообще этим нужно заниматься очень серьезно, поэтому... Да, дети в школе американской знают, что такое ипотека. Да, Алексей Моисеев имел вот именно вот этот момент. Ну и в любом случае, да, я думаю, что у нас любой член правительства, конечно же, обязан пропагандировать нашу внутреннюю национальную валюту и делать все для того, чтобы наша валюта была более привлекательной. Но при этом он еще сказал, что почему российская экономика сейчас чувствует себя весьма и весьма неплохо в сравнении с большим количеством, например, похожих по структуре экономик. Потому что у нас есть плавающий валютный курс. И если вы внимательно слушали мою передачу в пятницу вечером, то он полностью со мной согласился, что для России не важна цена... Не нефть в американских долларах, важна цена в российских рублях. А цена на нефть в рублях сейчас находится в каких-то 5% от абсолютного исторического максимума. Соответственно, денежная масса у нас, если должна каким-то образом быть либо стабильной, но это уже рецессия, как была фактически в 2012 году, да, агрегат М2 не изменился по большому счету, либо должна плавно расти. Соответственно, если цена на нефть будет стагнировать или падать, то мы можем легко компенсировать вот этот процесс снижением курса рубля. У нас есть еще один звонок. Светлана, вы в прямом эфире. Дождалась нас Светлана. Здравствуйте. Хотела бы спросить, вернее, задать вопрос Владимиру Левченко. Да, слушаю вас. Работает ли он с физическими лицами и для того, чтобы, допустим, ну, как-то вот с ним связаться, где можно его найти в интернете, на каком сайте, и какая минимальная сумма нужна для того, чтобы, допустим, ну, вот, допустим, с ним поработать как вот с трейдером, вот, а я физическое лицо. Светлана, узнать все это можно посмотреть и связаться со мной через мой личный сайт. Так, вы просто набираете в интернете сайт Владимира Левченко, и чтобы я тут какой-то рекламы дополнительно не делал, вот, и прекрасно на него выйдете. Ну, и дальше просто пишите мне письмо, и я отвечу вам обязательно на все письма. Ну, если у меня, конечно, в данный момент есть время, я отвечаю в режиме реального времени. У нас Федор задает вопрос. Владимир, как у вас получается столько лет работать на рынке, имея, как правило, пессимистический взгляд на рынок, и при этом работать всегда от лонга? Ну, вот так и получается, потому что при том, что у меня столько лет пессимистический взгляд, мы вот с тобой тоже обсуждали сейчас, сколько было моментов стать в лонг и заработать за все это время? Ну, на самом деле, ну, не очень много. Если брать откаты, ну, то практически два раза в год можно стать. Ну, конечно, не в разы. Не в разы на откатах можно брать, но не в разы. Такого года, например, я думаю, как 2009 год, когда практически там все смогли заработать, да, все, кто купил, все, кто, те, кто не попал в просадку в 2008, мы возьмем, я не думаю, что мы будем очень часто видеть такие ситуации. Ну, а не обязательно видеть часто. У нас же есть, если мы возьмем вообще финансовую систему, финансовый рынок, то каким образом нужно действовать? Вот есть, например, некая, то есть в нашей экономике есть некая базовая процентная ставка. То есть в тот момент, когда нет крупных движений, деньги просто лежат, приносят базовую процентную ставку. Ты имеешь в виду депозит? Депозит или облигация на какой-то срок. Ну, fixed income, то есть инструменты с фиксированной доходностью, стандартные. Поэтому, как только появляется хорошая какая-то идея, welcome и так далее. Ну, а ты понимаешь, что такой идеи может там год или два не быть? Понимаю. Саша, понимаешь, у меня... Я тебя еще раз объясни, ты, конечно, меня измени, я как трейдер. Я как трейдер, я не понимаю, как можно, например, ну, может там, я себя назову так же нехорошим словом, там, наркоман, я должен в рынке быть, понимаешь? Пускай там три раза в неделю или еще что-то. Мне просто, ну, тяжело укладывается. Хотя я вижу тебя, ты занимаешься спортом, ты хорошо там сложен, ты спокоен. И может где-то в подсознании, я не хочу быть таким, как ты, но в подсознании, может, я где-то думаю, ну, все-таки здорово, там, зайти раз в год или два раза в год. Потому что на самом деле очень часто, я тебе вполне серьезно говорю, и как раз сегодняшняя передача на тому подтверждение. Очень часто люди хотят не находиться каждый день в рынке, не быть вот этими, не быть зависимыми от рынка. Ну, тогда мне нужно делать просто большие курсы на то, как стать таким, как я, и как таким образом... Ну, это на самом деле, я думаю, что это психологически на самом деле составляющая. Конечно, естественно. И в конечном итоге вот вся наша жизнь, каждый день, каждое мгновение, которое каждый из нас проживает, это для нас школа, и мы учимся чувствовать это мгновение лучше, и понимать, куда мы идем дальше и какие инструменты нам для этого нужны. А так как фондовый рынок — это ситуация, где все экстремально, да, в этой жизни. То есть это вот та же самая жизнь, только вот в неком экстремуме. Поэтому вот прожить какие-то очень серьезные моменты жизни через фондовый рынок бывает гораздо, может быть, на гораздо лучше и быстрее этому научиться можно. Я тебе это объясню, почему я психологически понимаю этих людей, которые вот сейчас пишут. Например, я. Да, я заработал достаточно денег, там, за последние 15 лет. Я могу себе позволить быть, как ты, а ты себе можешь позволить быть, как ты тоже. Ты заработал энную сумму денег. Как, например, а очень многие люди, мы говорим о том, что быть, как ты, Володя, могут немногие, только те, у которых есть, например, какая-то подушка, на которой они могут жить. То есть люди физически не могут себе позволить просто ждать вот этих мегатрендов. Понятно. Смотри, я, например, могу позволить себе вообще ничего не делать, да, и не получать эти проценты, но я еще кое-чем в этой жизни занимаюсь и зарабатываю. Мне, в общем, и этих денег хватает, в общем, на то, чтобы жить, да, потому что я противник, если уж быть до конца откровенным, вот этого безумного общества потребления. Поэтому не надо никуда бежать, да, и пытаться там заниматься сверхпотреблением. Ну, сколько твоему ребенку? Моему 6 лет. У него iPad есть? У него iPad есть в доме, у него лично нет. Ну, он же пользуется? Он им пользуется, да. Видишь, то есть какая разница, мы все равно в той или иной степени, мы потребители. Нет, потребители, вопрос в степени, понимаешь, это очень большая разница. Как говорится, размер имеет значение. То есть ты, понимаешь, можно употребить там в сутки там 2 или 3 тысячи калорий, да, а можно употребить 6. Вот в этом большая разница. То есть ты можешь со мной согласиться или не согласиться в том, чтобы, например, быть там Владимиром Левченко и торговать долгосрочные тренды, все-таки надо либо что-то еще делать в жизни, либо иметь хороший запас. Либо прийти к этому. Тот же вопрос не в том. Но ты же понимаешь, прийти к этому можно только, когда есть сзади финансовая составляющая. Нет, почему? Я же пришел к этому, у меня не было никакой финансовой составляющей. Я сам постепенно пришел. Ну, видишь, там пришел 9-й год наверняка, да, допустим, да, очень удачный был, там, ты заработал энную сумму денег, ты можешь, например, посидеть, ты увидел, как это все работает. Ну, а, допустим, когда человеку надо ежемесячно, получается, что у тебя есть работа, на которой ты зарабатываешь деньги. Не имеет значения. Бизнес, как ты хочешь его называй. Если бы этого бизнеса не было, смог бы ты так же сам спокойно, раскованно со мной сидеть и об этом разговаривать, о трендах? Честно? Честно смог бы, безусловно. Абсолютно. Потому что я прекрасно знаю, что если я сам себя и любой другой индивидуум начнет загонять в угол и ставить некие какие-то цели, заставляющие меня нервничать. Это ужасно, я согласен с тобой. Все, то у меня вся энергия, которая мне позволяет в том числе и увидеть тренды, увидеть инструменты и на них заработать, она уйдет на нервы. То есть я ее просто спущу в песок и заработаю себе невроз, там, не знаю, посидею, там, ну, все что угодно. Но у тебя такое видение на жизнь было всегда, потому что, смотри, теоретически, если на тебя посмотреть со стороны, то ты живое воплощение вот этого идеала, да? То, что написано Кастанедой, то, что говорил Конфуций, то, что мы недавно там обсуждали один фильм «Мирный воин». То есть, по сути дела, ты вот такое живое олицетворение. Но, к сожалению, скажу тебе честно, ты не просто, если не один из многих, то, пожалуй, наверное, ну, за последние лет пять единственный, честно тебе скажу. Я не имею в виду гостя на радио, я имею в виду именно с психологическим подходом, ты единственный человек, которого я видел в таком формате. Хотя я тоже очень спокойный. Но у тебя просто какое-то вообще олимпийское спокойствие на самом деле. Просто олимпийское спокойствие. Ну, а как можно еще мировые рекорды устанавливать? Только с олимпийским спокойствием, никак иначе. И так нужно просто жить. У нас осталась одна минута. Я хочу, чтобы за эту одну минуту ты попробовал рассказать нашим гостям, на самом деле, извиняюсь, нашим радиослушателям. Что должно случиться, чтобы заставило тебя образно набирать какие-то позиции? Мы же должны какой-то совет от Владимира Левченко. Если говорить о неких глобальных позициях, то вот те колоссальные дисбалансы, которые сейчас существуют на мировой экономике, они должны быть каким-то образом либо полностью ликвидированы, либо финансовые рынки должны заложить в свои уровни цен как раз то, что эти дисбалансы точно будут ликвидированы. Падение по РТСу с текущих уровней просто для тебя каким сигналом будет? Я уверен... Есть два варианта. И я не исключу, что рынок может сжаться в несколько раз даже. И такое может быть. А может быть вообще не упадет, просто здесь простоит лет пять, к примеру, и его будет носить в узком коридоре, и просто вот этот весь негатив он исчерпает со временем. Но это вряд ли, потому что финансовые рынки, эта штука очень дорогая, и, соответственно, нужно кому-то зарабатывать, поэтому надо носить вверх-вниз. Дорогие друзья, у нас был в гостях оптимистер и пессимист Владимир Левченко или пессимистер и оптимист. Если вы хотите, чтобы мы кого-то пригласили, пишите нам. Всем всего доброго, хорошем деле.